Утро на радио Спутник в Крыму со Светланой Разиной. Первыми обсуждаем то, о чем весь день будет говорить полуостров. Доброе утро, понедельник. Доброе утро, понедельник. Можно так начать 18 апреля на календаре 9.04. Такое точное время. И мы продолжаем прямой эфир. Разные темы сегодня. Одна из них это наша любимая тема туризма. Мы уже стоим буквально на пороге майских праздников. А майские праздники для крымского туристического бизнеса это такой старт, небольшой старт, но все-таки уже открытие официального, официальное большого сезона теплого. Обычно после майских уже начинается более активное бронирование. Ну и там мы подходим к июню и июлю, когда идет пик сезона. В этом году ситуация иная. Прежде всего она иная с точки зрения закрытия авиасообщения, проблемы с авиасообщением на юге России. Ну и при этом небольшой рост цен. Это те факторы, которые на сегодня сдерживают поток туристов. И все это уже заметно по бронированию на майские. Отели за две недели до майских остаются полупустыми. Мы сегодня попробуем найти объяснение, понять объективные и субъективные причины вот этому падению майского спроса. В нашей студии доцент кафедры туризма Крымского федерального университета имени Вернадского Екатерина Лукьяненко. Екатерина Алексеевна, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте разбираться. Бронирование отелей действительно идет, но оно идет хуже, чем в прошлом году. Это подтверждает Министерство курортов и туризма Республики Крым. Министр Вадим Волченко отмечает, что спрос на санатории растет при этом. А спрос на другой сектор отельный, он падает. Ну, во всяком случае, падает по отношению к прошлому 2021 году. Выделила я два фактора. Это логистика и рост цен. Давайте разбираться, где объективные, где субъективные причины. Предлагаю начать с логистики. Вообще, какой она процент, скажем так, лояльности находит в решении туриста из другого региона отдыхать или не отдыхать в Крыму? Ну, давайте непредвзято посмотрим. Наш российский турист может многое, несмотря ни на что, вопреки всему. Но единственное, от чего он не может, он не может телепортироваться в желаемый ему регион. Это да. Поэтому, безусловно, способ добирания играет ключевую роль. И наш турист, который уже за эти последние годы привык к нашему комфортному аэропорту, к достаточно регулярным и стабильным рейсам в Крым, причем наш турист уже хорошо освоил черные пятницы, всевозможные скидки, удобные продажи. Программы лояльности, бонусы. Да, заблаговременное бронирование, покупка авиабилетов в полночь до трех утра и так далее. Все это наш турист освоил. Нам говорим, что там кто-то не пользуется какими-то приложениями, глубоко ошибаются. И поэтому самолет, который в последнее время уже берет набор столько пассажиров, сколько почти комфортабельный поезд, это стало существенным элементом. И в общем-то в структуре турпотока авиаперевозки играют большую роль. Да, 60% это еще авто. Понятно, что здесь с вами сложно поспорить, но я, например, вспоминаю времена до аэропортовые, скажем так, когда аэропорт Симферополь, еще старый терминал, не пользовался такой популярностью до 2014 года. Но вот вспомните, поезда это был самый распространенный вид транспорта. 204 пары поезда заходило. И прошли поезда, и тогда мы еще были территорией Украины, очень много было сообщений с украинскими городами, но и с российскими городами было какое большое сообщение. Поезд Москва-Симферополь, Москва-Севастополь, это был один из популярных поездов, все знали время прибытия, это всегда был большой поток туристов. Что случилось? Почему мы так резко отказались от ЖД-перевозок, больше не хотим долго ехать? Один из того, что отказались, действительно, те, кто летают самолетом, и наш аэротурист, авиатурист, он с неохотой пересаживается на поезд. То есть нынешние 29 часов и более, 28-29 часов, это много. Притом это же определенный должен быть настрой и склад характера. Вы едете в поезде, с вами другие люди, вы с ними должны долго находиться, контактировать и так далее. То есть мы уже отвыкли, мы уже стали индивидуалистами. Но попробовав что-то лучшее, теперь уже сложно переходить к варианту более сложного. Конечно, конечно, кто не хочет тратить так много времени на добирание? Самолет это ключевой фактор. Поезда не пустые приходят. Для современного туриста, не пустые, конечно, я соглашусь с вами, и причем, что удивительно, действительно, на майские праздники билетов не достать, да и на летний сезон уже билетов очень мало, и не зря сейчас задумываются о том, как пускать дополнительные составы в Крым. Потому что поездов ничтожно мало. И это тоже, может быть, конечно, если бы быстро организоваться, ну, я уж не знаю, какие для этого есть возможности у РЖД, пустить какие-то скоростные линии от минеральных вод или от Сочи, куда есть еще авиасообщение. Возможно, это бы как-то облегчило ситуацию, но пока мы ее не имеем, пока у нас есть традиционный ЖД-участок, есть автомобильный транспорт, его тоже со счетов не списываем, потому что МОСТ из 14% туристов приезжает в Крым на автомобили. МОСТ дал такую возможность хорошую. Но, возможно, этот процент, это 64% было в прошлом году, и я думаю, да, в этом году, возможно, даже больше будет автосообщением за неимением авиаальтернативы. ЖД-участок 4% всего. Это микроскопически мало. Вот скажите мне, все-таки логистика, она неужели современного туриста российского, который любит Крым, но из-за логистики он даже готов поменять регион или вообще не отдыхать в этом году, лишь бы 36 часов не ехать в поезде. Это вот настолько серьезная глобальная проблема. Это существенный вопрос. Тем более уже, видите, в последнее время, как серьезен стал вопрос с долгим возвратом средств за билеты, с отмененными рейсами. Когда ты уже так серьезно пострадал, то достаточно сложно опять вернуться на эту эстезию. Это существенный фактор. Но здесь, наверное, еще имеет значение время отдыха. Вот мы сейчас начали с майских праздников. Все-таки майские праздники – это не такой большой период, когда можно позволить себе двое суток добираться в одну сторону и двое суток в другую сторону. Уже ты четыре дня теряешь, у тебя на отдых там остается пять дней, буквально пять-шесть дней, если мы десять дней берем майских праздников. Неэффективно. Неэффективно, да. Вот поэтому, наверное, и санатории сейчас выигрывают, потому что там время отдыха гораздо дольше. И они распределены были чуть ли не за год вперед, эти путевки, и там было легче переориентироваться с самолета на поезд. То есть это стабильно. Это тот контингент, который и планировал, и будет планировать, и приедет. Потому что эта путевка, она уже заблаговременно приобретена, и чаще всего, и в большинстве случаев, давайте так объективно говорить, это социальная программа. Здесь еще важный момент такой оптимистический. По данным Аэрофлота, рейсы на пиковые периоды уже почти распроданы, а в Крым продажа идет уже на лето. То есть у людей есть надежда, что летом авиасообщение откроют, и уже на лето покупают билеты в Крым. То есть вот сейчас, насколько я понимаю, как только авиасообщение начинает работать, сразу Крым загружается. И, соответственно, бронирования, получается, в этом году не будет, вот как мы обычно говорим, раннее бронирование. Глубина бронирования невелика. Дает хорошую цену при раннем бронировании. Потом чем ближе уже к сезону, тем цена выше. Все это прекрасно знают. В этом году может это все повлиять на цену, потому что раннего бронирования нет, по абсолютно объективным причинам. Будут ли ательеры каким-то образом идти навстречу и давать цены раннего бронирования, например, в июне, если авиасообщение откроется, или в июле. Или хотя бы... В июле это уже сезон. Уже ничего они не будут давать, потому что уже нужно выживать. Это оставшееся время, нужно как-то заработать на весь оставшийся год. У нас и так, по сравнению с другими регионами, невысокие цены. Все заявления о том, что Крым дорогой, недоступен, ничего подобного. Давайте брать цены и сравнивать. То есть нужно делать... Наш турист обычно верит популистским заявлениям. Это тоже обидно. Цена, на ваш взгляд, меняться не будет. Навстречу туристу никто идти не будет, потому что все равно в убыток себе... Работать в убыток никто не будет, конечно. Но а как цена тогда будет влиять на... Ну, одно дело, турист по раннему бронированию. В мае, в апреле еще себе сбронировал номер на июль или на август. Купил билет на самолет, прилетел, отдохнул. Так сделали очень многие. Все отлично, сезон состоялся. Сейчас заранее никто ничего не планирует. Турист, например, открывается авиасообщение. Ну, может быть, в июне или в июле, дай бог. Турист приезжает и видит сразу очень такую приличную цену за 10 дней проживания. Или если это семья из четырех человек, то это будет очень неплохо. Неплохо, я имею в виду, по деньгам. Например, на южном берегу Крыма. Это тоже ведь тогда повлияет на спад? Ну, он видит реальную на самом деле цену, но наш турист не совсем понимает, да, это не его задача, а саму технологию в туроперейтинге, как пакетируется тур, как упаковываются услуги в турпакет. И все это работает, и все уже настолько привыкли к этим масштабным скидкам, горящим турам и так далее. Какие у нас могут быть горящие туры, когда они у нас никуда не горят, эти туры? Это достаточно сложный механизм туроперейтинга, и чудес не произойдет. А цена у нас абсолютно адекватная на наш отдых, на наши гостиницы. И вот еще раз повторюсь, на самом деле какое-то превратное представление о том, что отечественные курорты должны быть настолько дешевыми и доступными. Но это же определенные расходы. Ну, когда началось это представление? Когда мы все сравнили отдых, дешевый отдых в Турции и в Египте, и начали сравнивать с нашими отелями. А технология упаковки пошла сравнение. Конечно, да. Ну, а что же нам делать? Мы-то привыкли уже, что за эти же деньги, например, в Турции, с перелетом мы получаем вообще все блага цивилизации. В Крыму, к сожалению, сервис гораздо хуже, чем в All-Inclusive в Турции. С вот этим вот пакетированием акционным здесь такого не получишь. У нас нет этих количеств койко-мест. Что делать тогда? Строить отели. Строить отели, запускать самолеты. Мы количественно не набираем этот объем услуг. У нас еще большой провал, такой провиз по обеспечению койко-местами. Всех желающих. То есть это настолько либо устаревшая материальная база. И просто необходимо строить новое. Строить новое уже сразу по новым технологиям, по новым программам. Вот этот All-Inclusive, которым нас прикормили. Да, она за границей прикормила. Это все уже, это вот то, что мы хотим. Вообще, есть у российского туриста какая-то ментальность, которую, может быть, тоже ательеры пытаются изучить. И представители турбизнеса. И вот к этой ментальности приблизиться. Что он хочет? Да нет, это не то, чтобы наш российский турист. Это мировая практика. Турист на отдыхе хочет чувствовать себя на отдыхе. Ну, в большинстве случаев. Не готовить, получить объем сервисных услуг. Но если это отель в 20 номеров у Ивана Петровича, он может быть прекрасен, и все будет по-домашнему, и отношение будет как будто бы у себя дома. Но это 20 номеров. И объем сервисных услуг, такой маленький гостевой дом, и отель не сможет, если даже захочет. Никаких шведских столов, никаких аниматоров и так далее. Ни с чего. Это небольшой объем полученных оборотных средств, чтобы можно было все это предложить туристу. А если посмотреть на количественный показатель, сколько у нас отелей хотя бы больше, не санаториев, подчеркиваю, не санаториев, отельной базы с номерным фондом, ну, хотя бы под 500 номеров, я не буду озвучивать эту цифру. Она очень мала. То есть отели, которые смогли бы предоставить этот объем услуг, ну, их еще очень мало. Тогда у меня второй вопрос. А почему их мало? Им не хватает, это же такая идет замкнутая, получается, цепь бизнес. Почему таких отелей мало? У нас нет инвесторов, где инвесторы с чемоданами, да, которые стали в очередь и хотят у нас всего построить, настроить и так далее. Нет, но если бы инвестор видел, что есть спрос на такой вид отдыха, я думаю, что инвесторы, мы бы и российского нашли инвестора, готового бы вложиться вот в такой отель 500 номеров плюс. Посмотрим сейчас на обстановку, потому что, конечно, зона рисковая-то велика, сезон-то все равно не 12 месяцев в году активный. Очень много здесь есть для меня, например, вопросов без понятных ответов. Почему, если есть спрос на такой all-inclusive и большие отели, почему их не строят? Потому что я знаю, бизнес, он всегда на спрос ориентируется. И на безопасность своих денег. Ну, это тоже вопрос, да. Если не строят, значит, наверное, в чем-то есть причина. Или в каких-то гарантиях безопасности. Или в том, что не всегда вот такие отели тоже являются загруженными. Относительно еще майских праздников есть такое мнение, что сами крымчане смогут заполнить пустующие отели и повысить спрос в майские праздники вот в тех отелях, до которых не доедет россиянин из-за того, что нет авиасообщения. Вы как считаете, крымчане в данном случае в помощь отельерам или нет? Я скажу больше, что крымчане уже позаботились о своих майских праздниках, потому что отельная база горно-лесной зоны Крыма забронирована уже за два месяца или за три месяца вперед. Уже все наши домики в горах, беседочки у озер, небольшие базы отдыха, которые находятся в горно-лесной зоне, они все давно забронированы. И мест нигде нет, в отличие от побережья. Потому что наш крымчанин прекрасно понимает, что на море тогда да, тогда это должен быть комплекс по услуг или прогулки по набережной Ялты или Севастополя. И поэтому уикенд, он, конечно, сохранится. А вот горно-лесная зона, она, конечно, не обладает таким потенциалом, большим размещением, и она заполнена. Крымчане ее любят больше. Больше. А что мы, есть ли у вас, может быть, какая-то информация относительно отдыха как раз и в горных зонах? Может быть, что-то новое готовы предложить туристам в этом году? Прекрасный вопрос, спасибо. Как раз-таки в этом направлении Крым подготовился к майским праздникам, посмотреть на карту наших туристских пешеходных маршрутов Крыма. Как отреагировали вообще к этому сезону и в этом году наши объекты заповедного фонда, скажем так, в тренде развития экологического туризма. Посмотрите, какие интересные и красивые маршруты оборудованы Ялтинским горно-лесным заповедником. По свежим следам только вчера наблюдала. И, как всегда, я же не могу просто путешествовать, мне обязательно нужен блокнотик посчитать. Но я насчитала, по крайней мере, за час тридцать почти восемьсот человек на новой оборудованной тропе, которая идет от оползневого к Биюк и Сар. Дети, родители с детьми, школьные группы. То есть такой интерес. Удобная тропа, я так понимаю, не сильно сложная. Да, удобная, оборудована, новая, вполне доступная для всех, кто даже не очень любит ходить. Здорово. С шикарными панорамами на южной бережье и так далее. Новый маршрут в нашем национальном парке Крымский. Итак, если посмотреть на карту экологических маршрутов Крыма, она пополняется все новыми и новыми ниточками маршрута. Как узнавать о таких новых маршрутах? Вот вы сейчас рассказываете, я сама заинтересовалась, где об этом читать, узнавать, смотреть, откуда черпать эту информацию. Ну да, как мы говорим, закрытый клуб. Вот получается, да, как переходит информация из рук в руки. Казалось бы, это все в доступе, казалось бы. То же самое, когда мы говорим, ну как же туристы жалуются, что недостаток информации. У нас есть прекрасный турпортал Крыма, у нас есть, у нас есть все, там гастрономическая карта Крыма. Турист об этом знает? Нет. Это вопрос. Даже крымчане мы не знаем. То есть это нужно больше популяризировать, активизировать, делать репортажи, наверное, на наших крымских каналах и не только крымских каналов. Вот чем мы сейчас с вами и занимаемся. Новые есть отличные туристические маршруты. И я так понимаю, для бывалых уже, кто ходил по другим, и для новичков тоже можно воспользоваться. Крым за здоровьем. За здоровьем. Вот это очень хороший посыл. Давайте его разовьем. Плюс еще, вспоминая, что мы с вами сказали, что сейчас санаторий активно бронируется. Вообще, в принципе, направление рекреации, оно является таким, ну объективно перспективным для Крыма. Восстановление тех санаториев, которые у нас не работают. У нас, к сожалению, очень большая база разрушена была, и чтобы ее восстановить, здесь надо дополнительные ресурсы, и, наверное, государственные, в том числе, не только частные инвестиционные. Безусловно, наш тренд на санаторно-курортное лечение – это очень правильный вектор, потому что мы обладаем такой потрясающей базой для оздоровления и лечения. Подчеркиваю, на первом месте оздоровление, потому что лечебный фактор – это более серьезные вопросы, и это уже действительно направление специализированного санаторно-курортного лечения. И, имея такие возможности климатического фактора, имея лечебную базу нашей бальнеологии, это грязь, это минеральная вода, это нужно, конечно, эффективно использовать. И самое главное, что ресурсы климата, бальнеология, не привязаны к фактору сезонности. Это и крылья сезонные расширит и даст возможность работать круглый год. В новой оберточке, конечно, я не спорю, все это нужно подавать. Вот оберточка тоже очень важна, потому что правильно подать, об этом важно рассказывать и говорить, какое здоровье можно получить в Крыму, как опорно-двигательный аппарат здесь можно восстанавливать. Ну, масса просто направлений, дыхательную систему у нас в Южнобережье, это просто вне сезона, пожалуйста, выходите, дышите и все, больше ничего делать не надо. Конечно, как раз сказать россиянам, что кроме Кавказских минеральных вод есть Крым. Вы уже здоровы будете. А вот, кстати, Кавказские минеральные воды забронированы уже практически на 100%. Надежно, отработано, доверительно. И, конечно, логистика. Все, то есть нет никаких проблем. Действительно, завидуем коллегам, которые будут работать в этом регионе по экскурсионному направлению. Потому что как раз-таки именно этот спектр у нас просел на майские праздники. Давайте от майских отойдем. Вообще уже в сторону высокого сезона. Какие у вас ожидания? У нас тут еще опять наша любимая Турция, которую мы с вами уже обсудили, подключилась активно. Я так понимаю, в Турции вообще ребром стоит вопрос, как привести... Выживание. Выживание, да и как довести туристы из России, которых всегда много. Как Турция изначально выбрала позицию сначала нашей спецоперации на Украине, такую позицию нейтралитета. И я думаю, во многом они как раз и сходили из своего курортного сезона. Научены горьким опытом. Вот накануне буквально они объявили, что создают новую авиакомпанию, которая будет перевозить исключительно туристов из России. Будет она базироваться в Анталии. И уже есть дорожная карта. И уже они планируют создать эту авиакомпанию, чтобы она перевезла до миллиона российских туристов на свои курорты турецкие. Видим, как идет просто активнейшая борьба за россиян. Турция, которая будет делать максимум для того, чтобы россияне отдохнули у них. Мы тоже хотим, чтобы россияне все-таки остались на отечественных курортах, потому что сейчас в условиях этой экономически сложившейся ситуации регионам курортным России тоже можно будет летом выживать исключительно за счет большого туристического потока. Каким прогнозируют специалисты ближайший высокий туристический сезон, куда россиянин поедет на машине, на поезде или на самолете полетит? Будет ли для среднестатистического россиянина стоять такой вопрос, где отдохнуть, в Турции, например, или в Крыму, ну или в Минводах? Ну, те, кто уже летают в Турцию и уже все, больны Турцией, они полетят в Турцию при первой же возможности, давайте так говорить. Потому что это уже сформированный спрос, так ведь? Но ситуация меняется, рождаются дети, выезд за границу связан с определенными сложностями, это территория другой страны, и в приоритете у большинства россиян все равно останутся отечественные курорты. А по ценам? Турки ведь тоже подняли цену, несмотря на то, что они сейчас делают многое для логистики, логистического облегчения ситуации, но цена у них поднимается на отдых. И мы это видим, да, там у них, в принципе, неплохие есть предложения, но это уже совсем не те предложения, которые мы видели на майске, например, в 21-м году. Безусловно, сказка закончилась, потому что Турция тоже столкнулась с серьезным падением спроса, и эти расходы нужно покрывать, безусловно. Все, что там зарабатывалось, больше тратилось как раз на операционные расходы. И сейчас задача у них такая же, получить российского туриста, действительно выжить. Но вот российский турист, будет ли, хватит ли у него денег на турецкий курорт в этом году? Потому что сколько бы, понятно, что правительство делает многое для того, чтобы поддержать экономическую ситуацию, и есть там и различные льготы, и субсидии, но мы же видим, что все равно доходы становятся меньше. Даже заработные платы пока не поднимаются ни у кого, цены растут. То есть, естественно, все это влияет на вот эти освободившиеся средства, которые чаще всего и откладывали на ту же Турцию или Египет. Ну и большинство случаев еще и риск, который возрастает с разными предсказуемыми моментами с выездом за границу. Риск увеличился, и туристы этой семьи с детьми уже ставят на карту в большей степени безопасность. Когда вы находите на территории своей страны. То есть все-таки вы считаете, вот в данном случае, в этом году, какое-то благоразумие здесь возьмет верх, и люди останутся... Спрос бы нестабильны на отечественные курорты. ...из соображений безопасности чаще всего. У нас, кстати, появилась вот сейчас информация новая от Росавиации, которая продлила ограничения на полеты в Симферополь и города Юга Российской Федерации до 25 апреля. Вот пока это дата. Не знаю, посмотрим, что у нас будет в высокий сезон, но как минимум до 25 апреля уже точно в Крым самолеты не летают. Ну, давайте подводить итог, Екатерина Алексеевна. Лето 22 года все-таки состоится сезон или нет? И если он даже не состоится там на 20-30 процентов, это будет большой удар по туристическому бизнесу? Ну, давайте такие заявления негативные делать не будем. То есть если логистическая сторона не подведет, и можно будет добраться, и общая обстановка будет располагать, людей к отдыху, и тенденция спрятать деньги в кубышку все-таки не возобладает, то наш отечественный турист, наш россиянин, которого мы так очень ждем, поедет на отечественные курорты. Ну, это оптимистический вариант. Авиасообщение работает. При заработавшем авиасообщении, я так понимаю, Даже не авиа. Вот эти вот 10 миллионов, которые нам пока предсказывают... Но не нужны эти 10 миллионов, это очень много. Ну, может, неостановим их, если они полетят. Они вот на зло приезжают же весном летом. Я не думаю, что будем как-то фильтровать. Если приедут, то приедут. Вот вопрос, если авиасообщение не будет работать, приедет ли эти 10 миллионов или нет? Нет, конечно, нет. О таком количестве говорить не стоит, потому что большей частью пересядут не на поезд, а на свои автомобили и поедут. Потому что что Краснодарский край, что мы все равно уже на юг. Если будут ехать, то это будет длительное путешествие. Но чувствовать себя мобильно, чувствовать себя в динамике отдыха уже наш россиянин тоже привык. Поэтому автомобильный поток увеличится. И здесь нам, наоборот, нужно подумать о превентивных мерах, чтобы избежать транспортных коллапсов в наших крымских курортах. Это сейчас будет очень важная история, потому что трасса Таврида имеет большую пропускную способность. Но с нее нужно съехать? Да. Но когда мы подъезжаем к небольшому приморскому поселку, вот там мы все останавливаемся в большой пробке. Екатерина Алексеевна, спасибо вам большое за то, что вы пришли к нам в студию. Я напомню, в гостях у нас была доцент кафедры туризма Крымского федерального университета имени Вернадского Екатерина Лукьяненко. Еще раз вас благодарю. До свидания. До свидания. Утро на радио «Спутник» в Крыму. Мы готовим вас к новому дню.